Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, новости за прошедшую неделю, которые мне показались интересными, и надеюсь, они будут интересны и вам. Вот одна из новостей. Во-первых, конечно, Крисмос, Рождество на Западе – это везде самый любимый праздник. Ёлки везде украшают, и самое главное, начинают уже к нему готовиться. Буквально в феврале покупают подарки, делают списки, спрашивают детей особенно, что они хотят на Крисмос, на Рождество, какой подарок. И потом в течение года прямо вот галочка за галочкой, подарок за подарком, покупают и подготавливают. Но вот одному мальчику в Англии, назовем его Джонни, не видать подарков следующие 6 лет. Что Джонни сделал? Джонни 10 лет, Джонни стащил у любимой бабушки карточку, банковскую карту, и вот по этой банковской карточке в течение короткого времени, скажем, там одной недели потихонечку оплачивал свои игры компьютерные, эти геймы. Ну а потом это все выяснилось, и Джонни вместо того, чтобы его в угол поставить, наказать хорошенько, вот у него самое страшное наказание, которое придумали ему родители и объявили об этом во всеуслышание. 6 лет не будет никакого подарка на Крисмос, на Рождество. Сейчас Джонни 10 лет, то есть до 16 лет у Джонни подарка не будет. Ну бог с ним, с этим Джонни. Вообще так просто подумать, как взять у бабушки или у дедушки карточку, вообще стащить деньги, наличку или эту же самую карточку. Ну нехорошо. Что пенсионеры, что там в России, что на Украине, что здесь, в Англии, за границей, ну они везде пенсионеры, они и в Африке пенсионеры. Ну бабушку надо любить, уважать, дедушку. Я, например, помню, когда у бабушки у нас, у нее всегда были деньги, она всегда работала. До самого преклонного возраста, 84 года она ушла, она всегда работала, она шила. Платья у нее всегда были заказчицы, у нее всегда были деньги. Ему у нее отдалживали, я еще у меня три брата, мы все отдалживали у нее какую-то небольшую сумму денег, куда-то вот пойти, либо там что-то себе купить. И всегда возвращали ей эти деньги. Нам даже в голову не пришло что-то пойти у бабушки стащить. Все прекрасно знали, где она держала эти деньги, эту небольшую там какую-то сумму в какой-то судучке, в какой-то коробочке, шкатулочке. Ну как у бабушки стащить деньги? Это уму непостижимо. А вот как вы воспитываете ваших детей? Вторая новость. В Лондоне студентка экономического факультета собралась поехать вдаром. Нужно ехать на поезде три часа. Там у любимого дедушки был день рождения, 81 год. Она купила билет на поезд. Поезда в Англии очень дорогие в сравнении с поездами в Европе, в Испании, во Франции, даже в Швейцарии. Но сейчас на Новый год в Англии везде забастовки. Англичане бастуют. Это, конечно, некрасиво, что вот именно в самый такой пик, во время Рождества, когда все куда-то едут в гости, они бастуют. И девушка не смогла поехать на поезде к любимому дедушке. Ну что тогда сделала? Пришлось взять такси Убор и заплатила 250 километров доехать до этого даром. Заплатила 500 фунтов своих денег студенческих. Сама заработала и вот заплатила. Видите, внучка любимая. Пришлось поехать на Уба. Следующая новость. Одна женщина, она мать троих детей и не хочет уже выходить на работу с девяти до пяти работать. Не просто не хочет. Иногда физически не в состоянии. Потому что то один ребенок заболеет, то второй, то третий. И стала думать, ну где деньги взять, как зарабатывать, как поднимать семью вообще, кормить семью. И вот одна из идей ей пришла в голову именно на Рождество. Украшать елки. Видимо, у нее такое креативное начало есть. Она ходит, украшает эти елки и решила делать это за деньги. За украшение одной елочки она берет тысячу фунтов. Ну можно подумать, ну кто пригласит этого человека за тысячу фунтов в дом украсить елку? Я не приглашу, у меня таких денег нет. Я сама украшу эту елку. А где-то вот семья побогаче, они могут эту даму и пригласить. А потом подумайте, на самом деле, слушайте, это хорошая идея украшать. Это как бы Christmas tree дизайнер. То есть елочный дизайнер, елочный декоратор. Это же елки-то не только дома. Елки стоят в офисах, елки стоят в магазинах. На самом деле очень хороший бизнес, если у вас действительно это хорошо получается. Потому что я, например, знаю, что в Канаде там постоянно разная мода на елки, какого-то разного украшения. Очень модно украшать елку в одном цветовом стиле, в одной цветовой гамме. Скажем, сегодня, вот в этом году я украшу свою елку, вся она будет сиреневая. В следующем году там она вся будет розовая. То есть розовые везде эти украшения, розовый этот елочный дождик. И вот эта женщина украшает. И удивительно, у нее очень много заказов просто на расхват дама. У нее несколько было больших заказов. Она в госпитале украшала, вот когда вы заходите в фойе, огромную елку. Потом, конечно, очень хорошо украшать. Где-то в административных зданиях тоже приглашают. Ну а там соответствующие цены. Вот вам вот хорошая идея. Вы только можете подумать, работа-то временная, Новый год только. Но почему временно? На Новый год вы украшаете елку, а потом уже вы смотрите. Ведь Крисмас, Новый год есть не только у христиан, у мусульман, у представителей других. Вероисповедание у них тоже свои новогодние всевозможные праздники есть. И тоже там всевозможные украшения. Все это изучить, посмотреть и предлагать свои услуги. А потом дальше-дальше, больше праздников, еще больше фантазии. Работать надо, думать. Ну вот вам идея, подумайте. Может быть и вы займетесь украшением новогодних елок. Вот это такой крик души. Одна женщина, ей 32 года, и вот она собирается стать бабушкой. Бабушкой. В 16 лет она родила свою дочь, и дочь пошла по ее стопам. Сейчас ей 16 лет, тоже собирается рожать. Кто папа не говорит, кстати, кто ее папа, тоже до сих пор не знает. Ну вот мама, которая будет бабушкой в 32 года, встала в позу. Почему я в 32 года должна стать бабушкой? Что это такое? Я еще молодая женщина, мне еще рожать и рожать. Вообще вот эти, знаете, у нас сейчас, как мы знаем, в Европе, везде сейчас идет мода на поздние роды. Женщины в 40 лет выходят замуж в 45, в 50, рожают. Ну это личное дело каждого, конечно. И считается, чем богаче человек, тем позднее она рожает. А вот эти ранние роды, да, они везде есть, про них говорят, обсуждаются, рожают, не рожают. Да какая разница, Бог дал. Рожая все детство, ну уже в каком возрасте, понимаете. Ну считается идеальный возраст женщины, именно, как вам любой доктор скажет, там 20-22 года. Ну если в 16 лет, ну что, пускай рожают. Опять же, разное время, разное состояние организма. Я, например, моя бабушка, она выходила замуж еще до войны и в 16 лет. 20-летние девушки, которые были там ее знакомые, подружки, они считались старыми девами. 20 лет, замуж не брали уже, ну старая дева, кому она нужна, да? А сейчас уже все поменялось. Ну видите, вот 32-летняя бабушка. И она сейчас вот поссорилась со своей дочкой. И как бы та просит, мама, ну впереди Рождество, давай помиримся. Все-таки мы с тобой в одной лодке. Будешь ты бабушкой? Красивая молодая бабушка, а что здесь такого? Наоборот, гордиться можно. Понебратствуя в ресторане, разговаривая с официантом, как разговаривать, можно ли разговаривать, не надо ли говорить. Вообще вот эта грань. У меня, например, знакомая одна, я не могу с ней ходить в ресторан. Мы с ней приходим, она начинает со всеми очень много говорить. И может задавать такие вопросы, от которых меня, например, коробит. Она спрашивает просто, ну вот откуда ты приехал? Потому что большинство официантов, в Лондоне особенно, это все-все приезжие. Даже если это англичанин, непременно надо спросить, может он меня спросит, откуда вы, кто вы, что вы. И я в ответ могу спросить, а откуда вы приехали? Ну и все. Она начинает спрашивать, а где ты здесь живешь? А ты здесь в квартире живешь? Или ты здесь комнату снимаешь? То есть вот такие вот, ну на мой взгляд, уже слишком интимные вопросы. Не стоит это спрашивать. О чем, я думаю, стоит спросить официанта, когда вот вы пришли, сели, по заказу конкретно. Вы можете спросить, я, например, всегда спрошу совет по вину. Я, например, не специалист в вине, я могу сказать, вот мне какое-то легкое красное вино, что у меня пинет, не окосеть, я возьму один бокал, мне этого достаточно. И я спрошу, ну вот чтобы так красиво сказать, мне, пожалуйста, французское вино с 7-летней выдержки, вот из такой-то провинции, вот из такого-то сорта винограда, у меня таких знаний нет. Но я могу спросить официанта его рекомендации. Также я могу его спросить, если, скажем, это какой-то японский ресторан или китайский, я могу спросить, что это такое, как это приготовлено. Вот это я считаю нормально, потому что если вы слишком много начинаете болтать с официантом, слишком много о чем-то его расспрашивают, ну, бывают, да, такие болтливые официанты, то потом вот эта грань нарушается, и если что-то вам не понравится, если вы хотите пожаловаться, вам не понравилось, там, это отбивная, слишком пережаренная получилась, салат какой-то дряной получился, там, волос нашли, ноготь нашли, не дай бог, да, и уже как-то уже неудобно жаловаться, потому что, ну как, вы уже с ним поговорили, вы уже узнали, вы уже с ним как бы на одной волне, вот вы чуть ли не друзья, и вдруг жаловаться на него, поэтому вот эту грань надо уметь соблюдать. И вдогонку тем же ресторанам, чаевые, всегда проблемы, всегда вот вопрос, а сколько дать чаевых, скажем, в Америке, в Канаде, это ужас, вот там, по-моему, один минус в этих странах, это типсы, вот эти чаевые, которые вы обязаны давать, там нет вопроса, давать чаевые, не давать чаевые, там вопрос, вот, сколько дать, когда мы в Канаде были в последний раз, нам просто вот дали нам сразу список объяснения, три вида чаевых, скажем, там, 17 процентов, 25, по-моему, процентов, и 45 процентов, это вот топ, это самое лучшее, это половина вашего счета, половина вашего билла, вы должны, вот если вы на 100 долларов поели, заплатите 145 долларов, ну как бещевых, там вообще, по-моему, уже доходит до маразма, я подхожу в Старбург, я покупаю, там, какой-то кофе, стою в очереди, там, жду это кофе, мне еще его долго готовят, 20 минут ждала в аэропорту кофе, когда мне дадут, я подхожу брать кофе, и с меня еще чаевые берут, там, 2 доллара, это кофе стоит 4 доллара, и 2 доллара чаевые, вот это уже слишком, это маразм, в Англии чаевые 12,5 процентов, но это, опять же, они уже будут включены вам в счет, вы увидите, вы сели, вы смотрите, большинство ресторанов включают в счет чаевые, вы смотрите, вот сколько вам надо заплатить, смотрите, чтобы вас там не обманули, чтобы там вы мороженое не ели, вам написали мороженое, и всегда в конце сервис, да, там написано 12,5 процента, вы уже заплатите, то есть у вас как бы выбора нет, да, вы заплатили эти чаевые, но если вам очень хочется, вы что-то можете сверху подать, но вот эти чаевые там будут, ну, раньше мы обычно, я помню, платили 2 фунта, дали 2 фунта, фунтик ты, фунтик я, вот 2 фунта, вот наши типсы, наши чаевые, все, в Америке номер такой не пройдет, но в Англии более-менее гуманное отношение к посетителям ресторана в этом плане, вообще, я думаю, хорошо, конечно, в Японии там вообще чаевые не берут, как бы, если вы оставите чаевые, то японцы возмущатся, я что, вас так плохо обслужила или обслужила, зачем мне эти чаевые, хорошо в Японии, хорошо, надо туда съездить. Я надеюсь, вам понравились мои новости, пожалуйста, ставьте ваши лайки, напишите комментарии, если у вас есть время или желание, и давайте посмотрим, что нам, какие сюрпризы приготовит мир на следующей неделе. Всего вам доброго, пока-пока!